Бисмиллахи рухмана рухмана рухмана, альхамду лиллахи рабля альбин, афзалис саляху вахтамутаслим, арасейдин вахабин маулану мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, муба'ад, ассаляму алейкум и рахматуллах, продолжаем книгу Минаул Афаль, строение глаголов, и сегодня у нас Аль-Баба-Стани, второй вид получается из шести трехбуквенных чистых глаголов, то есть из форм. Это получается форма фааля яфалю, в предыдущем уроке мы прошли форму фааля яфалю, то есть получается чистый трехбуквенный фааля, и его музари яфалю за мной на второй коренной буквы. И получается его вазну, его форма, вот эта форма, вот пример для нее. И признак данной формы, это получается Чтобы была его вторая коренная буква, вот эта Чтобы она была В прошедшем времени, видим, да, вот здесь получается вторая коренная буква, здесь у нас, видим, она с фатхой. В настоящем будущем времени, то есть видим, да, вот в настоящее будущее время, здесь у нас получается буква Ра имеет косру. Фааля яфалю, вот здесь видим, да, форма, вот под эту форму исподставляем яблари, вот, айну фиалю, вторая коренная буква, здесь у нас Ра, и получается на ней имеется у нас косра. Это вот вторая форма из шести форм, где трехбуквенные чистые, то есть недобавленные, без добавочных букв, только вот три вот эти коренные буквы. Вабина у его строение, то есть получается, если взять эти же глаголы, то есть мы сейчас, как она, по написанию, да, по буквам, а теперь по смыслу. Вабина у его строение, смысловое, айзан, так же, как и предыдущий. Чаще всего переходный смысл она имеет, а реже бывает лязем непереходным, это глагол. Это получается пример для переходного, когда этот глагол является переходным, вот в этой форме глагол является переходным. Это ударил зайд, амра, то есть получается, как мы уже в предыдущем ролике говорили, вот это действие удар, да, от фаиля, от фаиля, действующего лица, переходит к амру, к маф'улю бихи, пострадавшему лицу. И получается пример для непереходного глагола, то есть пример, То есть здесь мы видим, что глагол не переходит, не переходит его действие от зайда, вот от фаиля, действующее лицо, здесь зайд. Получается, от него к маф'улю не переходит действие и остается на нем самом. Вот поэтому этот глагол чаляса, он непереходный, лязем. И у него в настоящее будущее время, мазарь, получается, если взять вот по этой форме, да, яф'улю, если подставить, яджи-ли-су, получается. Вот вторая коренная буква здесь лам, на ней будет косра, вот этой второй форме. На этом урок подходит к концу. В телеграме есть, в телеграме есть все уроки, там можно в комментариях, в телеграме тоже задавать вопросы, которые вас интересуют, если что-то непонятное остается. Саляму алейкум, ва рахматуллах. Саляму алейкум, ва рахматуллах.